Пшеничников Алексей Александрович Козырева Светлана Федоровна Добрый вечер Тема наша сегодняшняя крайне важна На мой взгляд, я думаю, что многие родители со мной согласятся Мы будем говорить о безопасности в школах Естественно, темой для этого обсуждения послужил вопиющий и страшный случай Который произошел в Москве в 263 школе 3 февраля Старшеклассник, молодой человек, 16 лет, ворвался в школу вооруженный И застрелил полицейского учителя А затем взял в заложники 20 учеников Естественно, каждый родитель, посмотрев на своего ребенка, на своего подростка Так повнимательнее, все ли с ним в порядке Конечно, волнуется Не пропустить тот момент, когда ребенку требуется настоящая помощь Давайте, наверное, начнем с безопасности Как вооруженный парень мог ворваться в школу? Ведь сегодня в школах сидят охранники И как безопасность эта у нас в Пермие организована? На самом деле, данный случай был незамедлительно доведен до всех руководителей образовательных учреждений И им была поставлена задача еще раз проверить полноту выполнения всех требований по безопасности А вот эта полнота, это что значит? Ну понятно, что сидит охранник в школе, это раз А что еще? Ну, у нас обеспечение безопасности департамент уделяет очень много внимания на самом деле Во всех школах организован пропускной режим Контролируется вход родителей, учеников, лиц, которые посещают данные учреждения Производится запись паспортных данных в журналах Ну вот я думаю, что в данном случае вот эти меры безопасности Они, конечно, нужны, безусловно Но вот в этом конкретном случае они не сработали Ну, эти меры, это меры именно пропускного режима То есть получается, что все равно человеческий фактор, да? Конечно, да, естественно, да Большую роль сыграл человеческий фактор Есть еще дополнительные меры безопасности Во всех, значит, школах у нас организована круглосуточная охрана Либо с помощью технических средств охраны Либо с помощью наличия физической охраны Вот эта данная охрана организуется Либо с помощью частных охранных препятствий сотрудников Либо сотрудников учреждений Ну и после этого случая, наверное, все равно все как-то так посмотрели, оглянулись А все ли они делают для того, чтобы безопасность в школах была на должном уровне, правильно? То есть вот такие случаи всегда приводят к тому, что начинают Что называется, свое хозяйство проверять Да, естественно, у нас производится ежедневный обход зданий Осматриваются прилегающие территории Охранникам вручено выполнение своих обязанностей Периодически проходить, осматривать внутреннее помещение При наличии каких-либо предметов, соответственно, они вызывают Либо наряд полиции, соответственно, доводят эту информацию до руководителя А вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас такая статистика О подобных случаях тут даже говорить не хочу Но какие-то, скажем, случаи, которые требуют особого, скажем так, осмысления И, ну не знаю, что-то такое случалось сверхординарное Но на самом деле у нас таких случаев не случалось Ну, не знаю, отнесем это на добросовестность исполнения обязанностей Были случаи, когда органы ФСБ проводили тренировки Такие были закладки И на эти закладки реагировали адекватно вполне Были вызваны наряды и, соответственно, осведовлены все службы, которые заинтересованы в этом Страшно, конечно, что все эти правила пишутся, к сожалению, чьей-то кровью Вот как это вот не звучит, да, без всяких кавычек Это чистая правда И тем не менее мы понимаем, что вот то, что обеспечивается посредством горячих кнопок Досмотром и так далее Осмотром помещений, обходом, круглосуточной охраной Это все, что называется, на предотвращение каких-то вот таких вопиющих случаев Но ведь в сущности все равно все эти события происходят из-за того, что человек сорвался, да Или люди какие-то, в общем, этим занимаются То есть психология Поэтому, Светлана Федоровна, к вам вопрос Вот вообще, в чем же особенность психологии подростка? Почему же у них вот крышу срывает? Вы меня уж извините за этот сленг Ну, на самом деле, если не вдаваться в подробности возрастные И психология подростка То хотелось бы обратить внимание на то, что у нас в школе существует несколько периодов Когда дети проходят своеобразный период адаптации Если в первом классе это понятный период адаптации Пятый, он тоже достаточно сложный, но ему уделяют особое внимание То десятый, считается, что ребенок уже повзрослел Что он уже достаточно сам может справляться со своими трудностями И не учитывается порой, что в этот период ребенку наиболее сложной И нужна помощь взрослых Так как у него встает вопрос самоопределения Выбора профиля Так как в будущем ему нужно поступать в учебные учреждения И, соответственно, сдавать итоговую аттестацию И родители, и тут, конечно, роль родителей, наверное, первоочередная Потому что часто родители предъявляют к ребенку уровень требований настолько высокий Что порой не задумываясь, а соответствует ли ребенок этим требованиям И готов ли он дотянуть до той планки, которую ставят родители И тут сразу же возникает такая семейная проблема Как перегруз как физический, так и эмоциональный ребенка А вот каким образом можно увидеть, что перегруз наступил Но ведь все равно родители говорят Не ленись, сходи к репетитору Ты получил четверку вместо пятерки и так далее То есть требует, требует, ребенок хочет, хочет соответствовать В какой-то момент он просто не способен И вот где вот эта грань? Где родитель должен это увидеть? Родителям, прежде всего, нужно очень внимательно относиться к своим детям И наблюдать за их вот этим вот перепадом настроений Иногда ребенок замыкается, иногда он становится излишне эмоциональным И это тоже сигнал, что с ребенком что-то творится не то И тут, конечно, родитель, может быть, и не сможет справиться без помощи специалистов И тут на помощь могут прийти как классный руководитель, так и школьный психолог Городская психологическая служба у нас достаточно много оказывает услуг по именно помощи родителям То есть родитель не одинок, он может в условиях нашего города найти ту поддержку и помощь специалистов Чтобы вывести ребенка из этого состояния Светлана Федоровна, ну вот смотрите, родители, как правило, идут к психологам, особенно школьным Тогда, когда произошел какой-то школьный конфликт, когда требуется вот такая помощь извне, чтобы разрулить эту ситуацию Тут же медиаторы могут помочь А вот когда родитель видит, что с ребенком что-то не так, он может к вам обратиться? Однозначно, конечно, он может к нам обратиться с любым вопросом И мы проконсультируем и расскажем, каким образом помочь ребенку Но эти советы настолько банальны и просты Уделять внимание своему ребенку, выделить хотя бы один день общения с ребенком Пусть это будет выходной или один вечер, когда можно просто посидеть вместе, что-то сделать, поговорить И этого, наверное, бывает достаточно, чтобы ребенок не замыкался и все-таки вышел на разговор о своих проблемах И стал вместе со взрослыми искать пути выхода из этой ситуации, которая кажется ему тупиковой Вот, кстати, действительно, детям иногда кажется, что ситуация, ну, скажем так, разрешить ее невозможно А взрослый человек, конечно, найдет несколько выходов То есть вот такая вариативность реакций у взрослого, конечно, намного больше, чем у ребенка Вот скажите еще, вот родитель, предположим, чувствует, что отдаляется ребенок Не идет на контакт, на все вопросы, говорит, да нормально, да все в порядке, да нет проблем, да четверки-пятерки у меня Вот в этом случае родителю надо сказать, ну, и хорошо, и, в общем, все в порядке у меня Или все-таки есть уже момент, который должен напрягать? Ну, родитель, наверное, интуитивно чувствует, когда ребенку нужна помощь И если лучше переборщить с помощью, чем не оказать ее вовремя Поэтому любой сигнал, любое сомнение родителя и помощь психолога, квалифицированная Наверное, будет только полезен, а не бесполезен в этой ситуации После вот этого случая в московской школе, естественно, социальные сети взорвались разными реакциями В том числе звучат слова о том, что оградить подростков от влияния агрессивной информации От экстремистской информации, от таких кровавых компьютерных игр и так далее И звучат другие ответы по этому поводу, что а как же это возможно на сегодняшний день Оградить подростка? Вообще это возможно и надо ли?